Котофеич выходит из валерьяного кризиса. Более того, теперь Котофеич выходит вожди. Собака, собака. Не сдержался. Прибежал секретный гараж Купчина. Привет, волшебник. Привет, Котофеич. Что это вы тут делаете? Обсуждаем подъемничек. Установочку. Ну, хорошо. Валансы. Подъемничек-то-нибудь китайский. Нет, почему китайский? Ну, вообще китайский. Котофей все чует, все чует. А как ты, Котофей? Что-то у тебя с глазами-то не понятно. Да меня кошечка, сучка, прокинула, понимаешь, залетела, понимаешь, от рыси. И вот я наконец-то здесь бухал, 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 все пропустил. Ну, по глазам-то видно, да, уставший. Да, давно спиды не употреблял, только валерьянку. Ну, хорошо. Волшебник. Сантехович, привет. Привет, Котофей. Котофей, 9300993. Теперь мы в соцсетях. Животное. Завязывай с валерьянкой, завязывай. Приходи в магазин. Жалкий примат, привет. Ты че, в Кингисепте без меня свалил, а? Мне фига бухать было. Ну, ты че? Че, у меня травма, травма душевная. Ты бы лучше, поухаживал за Котофеем-то, ну. Че, тебе попить наличие? Попить, попить, добра, че. Ну, давай, давай. О, как раз тебе боржоми. Боржоми. Это не реклама, между прочим. Ну, и щас Котофей будет пить. Господи, боржоми. Рекомендую. Все. Надо, иди смотреть, как эти рукожопы подъемник ставят в секретном гараже. То без Котофея ничего не могут. В бой. Керосиноч, долго еще? Так. Ну, капец. Зато, смотри, он все четко по нивелиру. Ну, лазер бьет. Лазер бьет. Давай уже активнее прикрутим подъемник, или надо уже гелик собирать. Народ ждет, народ ждет гелика, понимаешь? А ты не можешь гайку анкера прикрутить уже сколько времени-то, ну. Не пизди-ка ты, гвозди-ка, что розовая была, нахуй, возьми-ка, блядь, ключик и покрути-ка, а. Я не могу, я все не видишь уже, видишь, испачкал все уже, видишь. Что ты там испачкал? Это итальянская футболка. Я электрик вообще, я не делаю обычно такие вещи. Я буду подъемник подключать. Да? Да. Окей. У меня допуск даже есть, удостоверение до 1000 вольт. Не знаешь, как я выжил, понимаешь? Я никогда не открывал ни электрические шкафы, ни на которых надо. Не влезай, не, почему мы не подключили, там же написано, не влезай, убьет. Не влезай, убьет, да, да. Магазин сантехники. Ну вот опять начинается, да, да, да. Теперь в соцсетях. Теперь в соцсетях, да, да. Так, мы что наклоняем тогда? Ладно, анекдот потом. Теперь ножки. Так, давайте аккуратно. Шайбы вывучили оттуда? Шайбы нет, вот здесь справа посмотри. Давай. А точно в уровне, да? Не, с этого края. О, да. Две было, да? Ну, бог его знает. Было две. По-моему, три, две. А, две, да. Вот так. Вот так сюда. Блядишь, ты не устал. Все. Ну, опять. Уху. Что по уровню? Ну все, остался один столб. Все четко. Еще надо. Надо обратку. Туда, как обратку. В общем, радостные сегодня новости. Наконец-то в секретном гараже Купщином будет подъемник. Это первый подъемник, будут и другие. Но сейчас главное поставить хотя бы один, и как-то секретный гараж Купщина начнет функционировать. Функционировать уже по-настоящему, как корчевни и как автосервис. Вон. Большое помещение. Грех рационально не использовать. Просьба не путать секретный гараж Купщина с нашим еще одним проектом, который называется автосервис в кредит. Там, к слову сказать, тоже все хорошо. Станция вот-вот буквально на днях уже начнет работать. И мы расскажем вам и телефон, и место дислокации. Почти в центре находится станция, поэтому приезжайте, не пожалеете. Так, господа. Ну, как дела? Дела я тут, которые пишут, друг дадут, и два запишут. Это Васина фраза. Ну, теперь моя. Это Васян обычно так говорит? Еще чуть-чуть надо. Толстые слишком, я же говорю. Ну, да. Надо что-то другое. Скажите, пожалуйста, многоуважаемый Сантехович, когда в секретном гараже в Купщино все-таки будет тепло? Скоро. Уже, между прочим, лето. Уже, между прочим, лето, да. А у нас, вы приезжаете, включаете отопление только когда совсем дубак. Мотивирует это какой-то экономией непонятной. Вот посмотрите, вот видите, вот там вот несколько кек, и всю систему надо уже в конце концов, так сказать, завести. Вообще, на самом деле, я сегодня сюда приехал для того, чтобы как раз делать тепло, но технически у нас не получилось. У нас нет транспорта увезти вот эти двухкубовые бочки. В любом случае, когда машина освободится, транспорт сегодня ночью будет уже помещение прогреваться. Вообще, здесь отопление работает, работает очень хорошо. То есть, Сантехович же дает гарантию, что завтра... Абсолютно. Вообще, здесь, в принципе, вся сантехника, которая здесь... Здесь все сделано, собственно говоря, нашими силами. С помощью вот нашего Сантехович.ру. Будучи офис секретного гаража в Купщино, здесь когда-то присутствовал второй этаж из швеллеров наваренных. Но какие-то негодяи, когда отсюда съезжали, это было очень давно. И, мне кажется, тоже в советское время они отсюда съехали, а потом мародеры все эти швеллеры попилили. Вот. И сдали, по ходу дела, в металл. И вот теперь все заново приходится воссоздавать. Но надписи остались, они по-прежнему позитивные. Я не знаю, видно, не видно, но на плакате написано «В нерушимом единении партии и народа наша сила, источник наших побед за дело коммунизма». А-а-а. Я так понимаю, вы в поисках запчастей подкладок, да? М-м-м, братиш, классная тема. Да. Можно что-нибудь сварить на гелик. Момент истины? Ну чё? Ну, вообще, как бы, да. Ровно, да? Ровно. А, пускай успокоится. Сейчас. Кто успокоится? Успокоюсь ты? Так, вот сейчас... Не попали. Сейчас, ну, мы с первого раза по примеру в Сантехачи не попадаем. Ха-ха-ха. Ну, лучше почву подготовить. Конечно. Лучше разработать отверстие, конечно. Так, ну вот. Накидать в щель. Накидать в щель. Да, накидать в щель, да. Нет, мне кажется... Не, вроде ничего так. Вроде бы очень даже ровно. Ну-ка. Надо ещё другую сторону посмотреть. Да, 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 надо ещё другой вертикаль посмотреть. Ну, так ровно, да. Я бы даже сказал, огонь! Огонь. Сейчас мы посмотрим другую. Ну, надо снимать, надо снимать. Ну, всё, братиш, мы всё ближе. Ближе и ближе. Ближе и ближе. Ближе и ближе. Сантехач? 93009993. Слушай... Да мы ещё в соцсетях теперь. Михаил Сергеевич, ты спишь в этой кепке? Я в ней родился. Красавчик. Вообще, мне кажется, очень даже неплохо, очень ровно. А здесь что? Миллиметр, конечно, есть, может быть. Оно подтянется ещё. Оно ещё... Ну, мы болты обожмём. Не, я могу сказать, что это успех, это хорошо. Да, мы подтянем, если вот здесь как раз эту сторону, она чуть-чуть наклонится вот вверх и будет вообще идеально ровно. Потому что вот вверх, туда немножко, чуть-чуть выше получился, да? А вот там кто бы засунул этот кусочек говнеца? Сантехач? О! Лишь бы засунуть говнеца. Я за то, чтобы накидать в щей. Господи, такое чувство, что сборище извращенцев. Вроде все взрослые люди. Ну, вот и подтянется, и будет хорошо, да, я считаю, что очень даже неплохо. Ну что, господа, переходим ко второму столбу? Ну да, мы целый день один ставили. Сейчас ещё, ещё денёк. Ну, не целый день, мы собирались целый день, мы начали там час назад. Ну, уже близко к успеху. Я вообще предлагаю затянуть уже. Да. И забыть о нём. И забыть о нём? То есть бошками биться об нём? Забить о нём. Забить о нём. Забить о нём. Так. Ну всё. Ну что мы грустим-то? Крутим гайками. А у тебя есть набор, с вами? Режиссёр. У меня? Набор в вашем говне. А, в БМВ говно? Конечно, есть инструмент. А какой тебе набор нужен-то? Вон разводные ключи лежат, затягивают. Вон так лучше же головкой крутить. Головкой крутить. Вы сами всё сказали. Илюк, Илюк, я понимаю, конечно, что у меня БМВ, но... Тут целый день головкой крутим. Он же волшебник. Волшебник, да. Но если ты умеешь увеличивать головки... Мы можем там в Зазеркале открыть небольшой кабинет, понимаешь? Увеличение головки. Увеличение головки. Кто-то сиськи, а кто-то головка. Кто-то сиськи, кто-то головка. Мне кажется, будет гармонично вообще просто. Друзья, значит, если вам нужно увеличить головку, секретный гараж Купчино ждёт... Сантехович? Да мне нечего сказать на самом деле. Я вот уже обдумываю, блин. А ты уже подсчитываешь прибыль. Я подсчитываю прибыль, конечно. И в конце концов кабинет надо будет отопить. 9-3 номер 9-9-3. Ну, прибыль не диаметр, да. Прибыль не диаметр. Ну, вообще, на самом деле, хорошо увеличенный диаметр – это будет и прибыль. Это прибыль. Это всегда прибыль. Всегда прибыль. Хороший диаметр – всегда прибыль. Хороший диаметр – это прибыль. Залог вашей прибыли. Желаю всем, чтобы у всех был хороший диаметр. Хотите увеличить диаметр? Секретный гараж Купчино ждёт вас. В боевое говно есть весь инструмент для этого. Даже паяльник, чтобы прогреть головку. Всё, я не могу. Братиш, ну что мы опять зазеркали-то, припёрлись? Слушай, надо лазоку дисковую. Надо оставить, сейчас пыль заберу. Давай уже там с подъёмником почти всё. О! Что у нас тут за сач какой-то? Тут стираешь, подожди, тут вообще дикий стираешь. Ну, кстати, парни, вот гелик. Гелик по дешману по-прежнему стоит, никуда не делся. С ним всё хорошо, просто руки не доходят. Видите, тут куча приключений. И мы, кстати, в тот раз ещё хотели мигалку забрать. Да, кстати, мигалка там где-то лежит. Где? Ну, она вот там вот лежит где-то куча и всего. Блин. Тут такое вообще куча строение. А, во-во-во-во, я нашёл мигалку. Нашёл, нашёл, нашёл. Надо забрать. Надо забрать мигалку. Ох, в печальку поставим, наконец-таки. Я знаешь, что думаю, братиш? Я думаю, что он меня тут подрезал, походу, делает не самый. Да ты чё? А, или я туда его положил. Я чё тебе говорю, то можно поставить, раз нельзя ставить на крышу, можно как подсветку салона её поставить в печальку изнутри. Ну, можно, да. Ну-ка, ещё, 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 ещё. И чё, ещё, и как это выглядит? Ага. Ну, тут всему кирдык. Слушай, ну тут металл, смотри, какой толстенный. Не, ну металл я вижу, и она, короче, шесть болтов, да? Да. Шесть болтов, шесть болтов, и нам получается... А как те фланцеты выглядят, которые Румын чертежи подогнал? Слушай, они хитрые, выпуклые. То есть, грубо говоря, из листа... А, то есть они плоские? Из листа не вырежешь, нифига их надо точить. А, то есть, короче, надо толстую сталь и фрезеровать их потом, чтобы они форму имели. Угу. Не, ну есть ещё... Пойдём туда, слушай, тут... Братиш, ну возьми медалку, пожалуйста, у меня рук столько нету просто, реально. А, кстати, ты же не видел, я же бампер на Боню сварил. Какой бампер. Братиш, ну чё, мы у нас гелик ещё не это самое не сделали, а ты чё-то Боня, Боня, Боня... И фланец тоже на Боню нужен. Да, фланец, фланец я завтра поеду. Вот, смотри, какая фигня. Офигеть. А поверни его. Братиш, а... это не на джип, это на паровоз. Что же нету на Боню? Здесь лебёдка будет стоять. Не, ну лебёдка понятно, а разверни его обратно, так как он лежал. А крепление ещё как-то... Крепление там, на том самом, на машине. Вот здесь вот дырки... Надо здесь дырку просто... Братиш, уголки-то из скальки? Из стройки? Это, чтобы, знаешь, деревья сносить просто. Бам, дерево упало всё. Беда, беда, ладно. Не, пойдём к Бонне сходим, интересно. Подожди, пока вот здесь. Блин, вообще... Сантехыч, давай, тепло, уже тепло. Вот, видишь, короче, вот эти крепухи, вот кронштейны, сюда болтами крепятся. А, так тупо болтами? Да, да, конечно, конечно, конечно. Ну чё, и огонь. Слушай, ну с Бонней потом давай с геликом закончим. Ну и если фланец, конечно, будет, мы заведём. Конечно. Ну, Боня, ты поинтереснее. Ну, мне больше... Боня мне тоже больше нравится, но... Ты гелик, гелик, давай гелик, я хочу гелик, я хочу гелик, гелик. Так нет, ну это сделаем, это сделаем, всё сделаем. Надо, просто чё, надо... Я не хочу без тормозов ездить. А, кстати, братиш, 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 я забыл тебе подогнать. Я тебе значок привёз. Кстати, не просто значок, а 221-го кузова. Вот, не знаю, видно, не видно. Ну вот, пластиковый, правда. Но оригинальный, с Мерседеса. Спасибо, конечно, по-моему, ты мне сейчас какую-то херню впарил. Ты охренел, это оригинальный значок с 221-го кузова удобил. Ну, просто у него капот такой, что я могу сделать. Круто, а здесь квадратный. Понимаешь, я его вот так вот поставлю, и он будет просто такой выпуклый. Слушай, ну, тем более у тебя... Вот это какая-то запонка у тебя сейчас убогая стоит. Просто какая-то реально... Даже не знаю, не видно, не отражается никак. И поставь нормальный значок. Вот. На крайняк феном погреешь. Вот этот значок, это какой-то... Феном погреешь, что ты угораешь, что ли? Ладно, всё, братюнь, реально холодно, всё, валим уже. Давай, пошли... Лучше бы значок с буковкой Б. Б? В смысле Барбос? В смысле Брабос. А, Брабос? Ну, не знаю, может быть как-нибудь. Только мигалку забери, пожалуйста, с этой самой, с этой фигней. А, кстати, вот туманки набротка есть, мои набротки. Да. Братиш, то, что мы подъемник поставили, это не значит, что настолько всё позитивно. Надо тепло включать и валить, всё уже. Поехали. Тони Соляра. Опасный человек. Братиш, подержи, подержи, выпусти меня. И хух. Ааа, вот здесь гораздо лучше. Вот, ты посмотри сразу. Вообще. Вот это вот секретный гараж в Купчино. Вот сразу отличный пол. Вообще. Пол вообще шикарный. Просто белый, белый. Белый, белый, белый. Ну где сантехничка с водой, блин? Вон у нас там есть... Где ты поехал за водой, да? Да, вон у нас тут есть станция насосная, типа. Сейчас будем тепло давать. Тепло, тепло, тепло. Слышь ты, самый гламурный сантехник на лабутенах. Когда уже тепло-то будет, он гендальфомёртнет, уже в борду закутался. Что ты докопался до лабутенов, сейчас тебе жарко будет по-настоящему. Да, да ты не знаешь, что такое жарко. Я тебе сейчас покажу, что такое жарко по-настоящему. Покотово. Держи. Брось ты эту гадость, зачем ты это принёс мне? Бери, это мой, ещё тёплый. Включай, будем жечь. Сантехнич. Питал его, пошло. И насос, насос, насос. Всё, жара. Погладь меня. Погладь кота, погладь кота, сука. Пин rational ты, не надо. Погладь г нигнpadным в них erstmal более красиво. Кат cheers его миром. Поглади кота. Брось, этим делать-то в них. Пожор мышам heroic.